Всем привет, с вами Снова Тиана, и если вы следите за мной на различных соцсетях, то вы знаете, что буквально месяц назад об этом я писала у себя в группе ВКонтакте. Если вы не подписаны, прошу, пожалуйста, подпишитесь, потому что там все мои новости, абсолютно. Так вот, там я написала, что меня предали, я столкнулась с предательством, в общем, одного своего хорошего друга на тот момент. И на самом деле я очень национальный человек, если вы меня знаете, то вы знаете, что я могу расплакаться абсолютно без причины, ну вот на пустом месте, как говорят. И, конечно, это все я приняла на себя, и на самом деле это подшагнуло очень сильно мою учебу, мою продуктивность, в общем, все было очень плохо на самом деле. И я решила, что вынесу из этого пару уроков для себя, но также поделюсь этим с вами, потому что я уверена, что вы тоже, наверное, в каких-то моментах в своей жизни сталкивались этим. Так что давайте начнем. Я понимаю, что у меня сейчас типа круги под глазами, потому что свет оттуда светит, и смотреть вот так я тоже постоянно не могу. В общем, надеюсь, вы меня простите, сейчас еще часов на дворе, я клемалась поздно, и завтра я снять видео не смогу, но мне нужно что-нибудь вложить в это воскресенье, поэтому я делаю все, что возможно. Первое. За всю свою жизнь вы будете преданны огромное количество раз. Я знаю, это неприятно, и, конечно, легче было бы прожить без этого, но это часть нашей с вами жизни, это то, что нужно нам с вами выучить, как так сказать. И на самом деле, если вы переживаете так же, как я переживала там месяца назад, то, пожалуйста, перестаньте, потому что я знаю, это легче мне сейчас вам сказать, что перестань, не расстраивайся из этого человека. Но на самом деле, вы заслуживаете гораздо лучших людей в вашей жизни, чем вот тот или иной человек, который вам сделал неприятно. Вы заслуживаете отзывчивых и хороших людей, и так как наступает скоро Новый год, я хочу, чтобы в Новом году вы не расстраивались из-за людей, которые вас окружают. Поэтому, пожалуйста, 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 я вас прошу, не убивайтесь, не рыдайте, как это делала я. И это, на самом деле, когда вы будете оглядываться на это, это огромная трата времени. Вот вы не занимаетесь бы чем-то другим, вам было бы хорошо. Поэтому, да, не расстраивайтесь, эти люди, какашки, вы прекрасны, и, пожалуйста, do your thing, окей? И еще один момент, пожалуйста, никогда, повторяю вам, никогда не позволяйте людям, другим людям, которые вам не важны, ну, как бы, которые, не ваша семья, не люди, с которыми вы собираетесь прожить, да, всю свою жизнь, вы никогда и не позволяете управлять вашими эмоциями. Для меня это то, что то, над чем мне нужно работать, и думаю, что нам стоит работать на этом вместе, потому что, когда человек управляет вашими эмоциями, он, следовательно, управляет вами. Чего вы не хотите, потому что вы, в общем, создаёте свою судьбу, я считаю. Поэтому, запомните, вы не позволяете никому вашими эмоциями управлять. Это раз. Во-вторых, если вы сейчас расстроены, если вы что-то случилось, поругались с другом, с подругой, вас как бы предал. Закрыть на это глаза, это всё пройдёт, всё хорошо. Забудьте. Второе. Вынесите что-то полезное для себя. Допустим, я из этой всей ситуации понесла то, что не стоит доверять людям на все 100%. Особенно людям, которых ты не знаешь там долго. Но в вашем случае это может быть что-то другое, и это абсолютно нормально. Я считаю, что из любой ситуации, из любой жизненной ситуации, вам нужно вынести что-то хорошее для себя. То есть научиться на своих ошибках или на чужих ошибках. Так что, эта ситуация, хоть она была вам неприятной, хоть вы потеряли какого-то человека, да, может быть не настолько важного, но в своей жизни вы его потеряли, вы должны из этого всего что-нибудь вынести, чтобы был какой-то баланс. Третье. Это не заставляйте NFC ситуации, которая сделала вам больно и неприятно, как-то вас поменять. Что-то изменить в том, как вы разговариваете с людьми, или что-то изменить в том, как вы общаетесь со старыми своими знакомыми, или с новыми своими знакомыми, или что-то в этом роде. Почему? Потому что, если бы мы всегда зациклились на каких-то неудачах, на каких-то провалах, когда нас кто-то обижал, кто-то врал нам, мы вообще ни с кем не общались с одной стороны, да? И я считаю, что это неправильно, что людям нужен, нужно общение, социальная жизнь, это всем все нужно. Поэтому никогда, никогда не сдавайтесь в том плане, что если вы знакомились с этим новым человеком, и он оказался полно-какашкой, он сделал вам что-то очень приятное, он ударил вас спину сзади, и он был, не знаю, крысой. И это не значит, что нужно закрыть глаза на все остальные знакомства, и на все остальные opportunities, не могу найти слово, в вашей жизни. Почему? Потому что я считаю, что очень важно знать многих людей. Почему? Потому что вы не знаете, где вы окажете через 10 лет, вы не знаете, кем окажется ваш босс, или кем окажется ваш подчиненный. Поэтому я считаю, что нужно со всеми быть вежливыми и давать друг другу уважение до тех пор, пока другой человек решит этого не делать. И следующее, это закончится с разными людьми. Во-первых, это приятно, во-вторых, вы не знаете, чем это может закончиться. Так что да, это были три такие вещи главные, которые я вынесла из всей этой ситуации. Было неприятно, но у меня есть друзья, которые мне помогают, несмотря на все это, и есть друзья, которые меня не предают и не понимают в этой ситуации. Также есть Максимовая семья, поэтому у меня все хорошо. Я прошу прощения, что это все вот так вот ла-ла-ла. Напишите мне в комментарии, какое вы видео хотите увидеть в следующем. У меня, конечно, есть идеи, но все-таки ваша идея тоже не помешает. Или напишите мне вас куда-нибудь. Скоро Новый год, уже 24 декабря. А, и я на самом деле не знаю, что делать, потому что мы до сих пор не поставили елку у себя. Но это тема для другого видео. И я вас очень сильно люблю. Надеюсь, что ваши мечты сбываются. И пожалуйста, не расстраивайтесь за всяких какашек. Вот серьезно. Потому что я такой человек, что я расстраиваюсь просто из-за любой вот мелочи. А еще, когда я кого-то расстраиваю, я думаю, что все. А есть люди, которым вообще наплевать на мои чувства. Ну, блин. Ну, во-первых, я ничего не сделаю. Во-вторых, они какашки раз так делают. Поэтому, я вас умоляю, не расстраивайтесь. У вас есть Диана, которая старается всегда вам поднять настроение и сделать вам как-то... Дать вам какие-нибудь советы. Поэтому, если я помогла, пожалуйста. В комментарии или мне в личку, или какой-нибудь еще. Я вас очень сильно люблю. И увижу вас в следующий раз. Пока-пока. Пока-пока.